Добрый день! Сегодня хотим предложить вам рецепт тертого песочного пирога с вареньем. Готовый его потом порежем на кусочки и получится очень вкусные рассыпчатые печенюшки к чаю. Для приготовления нам понадобится 2,5 стакана муки. Здесь мы уже ее просеяли. 1 стакан сахара, 200 грамм масла или маргарина для выпечки, 1 яйцо, половинка чайной ложки соды и варенье густое. У нас домашний грушовый джем. Начинаем с того, что в миску разбиваем яйцо, высыпаем стакан сахара и хорошенько будем перетирать с помощью вилки до бела. Размягченный маргарин для выпечки мы порезали кубиками небольшими, добавили в сахарно-яичную массу, сюда всыпаем соду и продолжаем все тщательно вилочкой перетирать до однородной консистенции. Теперь в эту полученную массу постепенно подсыпаем муку и замешиваем тесто. Сначала ложечкой вымешиваем, потом, когда оно уже станет густое, вручную. Тесто замесили, не очень крутое оно должно получиться. Приблизительно разделяем его где-то так на две части, одна чуть больше другой. Одна часть пойдет в форму, будет раскатываться, со второй мы скатаем такие вот шарики. Мокрыми руками берем часть теста и скатываем в шарик. Их отправим в морозильную камеру, чтобы они застыли и потом они будут натираться наверх пирога. Все, теперь вот эту часть теста, которую мы скрутили в шарике, убираем в морозилку, а то они уже начинают расплываться на кухне жарко, на час-полтора, чтобы они очень хорошо застыли. Ну, а эту часть теста ставим просто пока в холодильник. Прошел один час, шарики у нас по-прежнему остаются в морозилке, а ту часть теста, которая была в холодильнике, мы достали. Выложили ее на смазанную немножко растительным маслом форму, в которой будем готовить пирог. И начинаем постепенно, равномерно распределять по всей форме и так, чтобы на бортики теста заходило. Распределили тесто по форме и теперь выкладываем варенье и размазываем его тоненьким слоем. Вот так распределили наш домашний грушевый джем по всей поверхности, немножко на бортики заходя. Толстый слой не делайте, песочное тесто и так достаточно сладкое, иначе тогда выпечка готова будет слишком приторной. И не используйте для такого пирога варенье, которое только сливовое, абрикосовое. Его не получится так равномерно распределить, как джем густой или повидло. Теперь достаем из морозильной камеры наши шарики. Они у нас когда немножко подстыли, мы придали более правильную форму. И снова потом отправили в морозилку. Ну, в общей сложности где-то часа полтора мы там полежали. И натираем на крупной терке сверху пирога, равномерно по всей поверхности. Потерли все шарики из теста. Аккуратненько вот так вот ножиком загнули бортики. И отправляем пирог в духовой шкаф разогретый до 180 градусов на 35-40 минут. Наш пирог был в духовке 40 минут. Достали его и нарезаем сразу, пока он горячий. Потому что если песочное тесто, когда остывает, потом порезать его будет не так уж удобно. Режем на удобные такие вот порционные кусочки. Немножко даем пирогу остыть и перекладываем его кусочки на блюдо. Лопаткой так аккуратненько подцепляем и выкладываем. Вот такой несложный и достаточно бюджетный рецепт и очень вкусная в результате получается выпечка. Попробуйте, приготовьте. Приятного аппетита!